привет друзья мы уже несколько лет живем в турции в анталии и сами знаете для того чтобы полноценно жить нужна машина автомобиль наверное многие уже знают что в турцию можно приехать на своем автомобиле из своей страны это может быть там россия казахстан украина и другие и пользоваться этим автомобилем вплоть до двух лет это максимум если у вас нету никаких видов на жительство ничего дополняющего каких-то дополнительных бумажек для того чтобы использовать машину то вы можете пользоваться со своим автомобилем своим автомобилем в турции то примерно не примерно 3 месяца когда вы заезжаете в турцию прямо на границе вам в паспорте ставят штампик такой где указано максимальная конечная дата при которой вы должны выехать на этом автомобиле из турции вот если у вас уже есть вид на жительство то вы можете этот срок продлить и использовать свою машину на территории турции вплоть до двух лет ну этим этой возможностью как раз я и воспользовался я завез свой автомобиль пользовался течение в течение двух лет и вот этот срок прошел и автомобиль я вывез вывез уже за пределы турции конечно без машин очень тяжело и поэтому принял решение купить автомобиль уже на турецких номерах вот я его уже купил и хочу вам рассказать примерно как это было насколько сложно купить иностранцу автомобиль в турции и вообще какие цены ну вообще расскажу про выбор автомобиля почему остановился на таком автомобиле что за автомобиль выбрал вообще в турции автомобили очень дорогие очень высокие цены почему потому что в турции очень высокий налог он кдв называется по-моему Это налог на роскошь В Турции автомобиль почему-то считается роскошью И если, например, автомобиль стоит 500 тысяч То вы еще столько же и более, до 200 с чем-то процентов от стоимости автомобиля Доплачивается еще вот этого налога Причем, если автомобиль недорогой, он не считается такой большой роскошью Там процент поменьше А если дорогой, то уже процент увеличивается вплоть до двойной цены автомобиля Скажем, если он стоит 500, а вы дополнительно еще платите даже не 500, а миллион Вот так вот И есть такой секретик, как это дело можно обойти Это, конечно, не обойти даже, а просто уже разумный выбор, скажем так Потому что автомобили делятся на две категории Автомобили для личного пользования и автомобили коммерческие Для личного пользования автомобиль он больше считается роскошью Потому что, ну, типа считается, можно без него прожить А коммерческие, это вы покупаете для работы Это не роскошь, это ваш рабочий инструмент И вот некоторые автомобили, они относятся к этой категории И за счет этого, потому что это не роскошь, да На них налог на роскошь значительно ниже А вот ОТВ там, если не ошибаюсь, то ли 10, то ли 15% всего Вот как раз я посмотрел разные варианты автомобилей Я, конечно же, как всегда там дождался, пока цены на автомобили достигнут пика И в этот момент решил купить машину Ну, да ладно, без машины очень тяжело, поэтому все-таки надо купить И вот я выбрал такой автомобиль, который относится к коммерческим Вот вы видите, он выглядит как мини-вэнд за мной Я еще потом покажу его И получилось, что я получаю больше автомобилей за те же деньги Вот, если бы купил бы примерно такой же категории автомобиль С таким же автоматом, с таким же двигателем, например Но не являющийся коммерческим, то он стоил бы раза в полтора дороже Вот, исходя из этого, я решил остановиться на таком автомобиле Единственный, ну, минус, единственный такой, что каждый год нужно проходить техосмотр И налог на него немножко выше получается Вот, потому что считается, что мы зарабатываем на этом автомобиле А в остальном одни плюсы именно в цене Потому что мы не платим большое количество налога, большую сумму налога И за счет этого мы можем купить автомобиль получше, с лучшими возможностями Вот, ну, теперь про саму машину, смотрите, сейчас покажу Машинка называется Peugeot Rifter Вот, примерно такой аппарат, довольно большой Очень вместительный сам по себе Здесь есть пространство для того, чтобы грузы размещать Довольно большое, скажем так, и дверь вот так вот открывается Мне тоже нравится этот момент А так, в остальном, довольно практичная и интересная машина Друзья, давайте посмотрим, как происходила сама покупка Друзья, продолжаю процесс оформления покупки машины Здесь такой прикол Для того, чтобы купить иностранцу даже новую машину Все равно нужно идти к нотариусу И там оформляется договор Если бы я имел гражданство То можно было бы к нотариусу не ходить Сразу все документы можно было бы получить прямо в автосалоне Они называют его БАИ А так как иностранец, то требуется именно оформление у нотариуса Если оформляется машина с пробегом У кого-то, если покупаете То там еще требуется переводчик именно того языка, на котором вы говорите Это закон законодательно требует А в моем случае этого не потребовали Может быть из-за того, что я довольно-таки хорошо говорю уже по-турецки И я ожидал, что еще скажут, что будет переводчик Переводчик, но такого не потребовали В итоге у нотариуса как раз оформляется самый главный документ на машину Это так называемый рухсад Рухсад такая маленькая бумажка Я вам еще покажу ее И там уже написан Какой у меня будет номер Какой номер автомобиля будет И я увидел там Да, он начинается на М Как и положено для всех иностранцев М это переводится как мисофир Мисофир, вернее, переводится как гость Поэтому все иностранцы, которые покупают автомобили Им присваивается номер Их автомобилям присваивается номер Который в составе своем имеет м Буква м Вот Сейчас я получил вот эти документы Заняло очень мало времени Очереди никакой практически не было Просто подписал готовые документы Конечно, их бы хорошо прочитать Но Видимо, уже все так сделано Я проверил элементарные вещи Как фамилия Номер машины Наименование машины И в итоге все подписал Сейчас рухсад у меня Сказали, что через полтора часа примерно Будет готов уже номер Его напечатают И я смогу уже забрать автомобиль у автодилера Вот так Продолжаем Наш процесс покупки автомашины А так Вообще говоря Нотариус Если вы переехали сюда Из другой страны Нотариус Это ваш Первый Первый Друг Которому вам придется ходить Потому что Все документы По аренде По покупке Все оформляются у нотариуса И смотрите Они Их в Анталии Несколько И они Нумеруются Не по названиям Каким-то А именно номерам Вот это вот Восьмой Восемь точка Это значит Восьмой номер Нотариуса Есть Самый популярный Среди русскоязычных Это Кони Алты Расположенный Это Одиннадцатый номер А вот это Расположен Не в Кони Алты А именно в центре Это недалеко Практически От улиц Где очень много Магазинов Не так далеко От Маркантали Если смотреть Так можно Теоретически Пешком дойти И Здесь Народу меньше Но Здесь Практически Нет русскоговорящих Сотрудников Они Видимо приходят Но их нет Ну и цены Цены здесь Хоть цены на нотариус Они регулируются Государством Но все равно Почему-то В одиннадцатом Нотариусе Они получаются Выше Чем Здесь Вот этот Момент Тоже Следует Учесть Если У вас Есть Турецкий Язык Или Есть Турецкий Который Владеет Турецким То Возможно Выгоднее Будет Даже Здесь Делать Какие-то Документы Сижу В автобусе Еду В автосалон Надеюсь Это Уже Последний Раз Когда Я На Автобусе Катаюсь Надеюсь Уже После Этого На Машине Это Мы Сейчас Приезжаем Едем По Майону Кони Алты Автосалон Находится В самом Конце Где Сарасу Ближе К Горам Это Уже Почти На Выезде От Анталии В сторону Кемера На Сам Деле У Пежо Есть Два Дилера Здесь В Анталии Вот Тот Который В Сарасу И Еще Есть В Другой Части Практически Города Алты Ново Это Уже В сторону Аэропорта Там Тоже Есть Дилер Но Здесь В данном Случай Машина Была Здесь Поэтому Выбрал Здесь Поводы Что Будет После Получения Машины Вот Друзья Уже Почти Добрался До Автосалона Это Район Сарасу Смотрите Здесь Какая Красота Какие Горы Прям Близко 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 Вот Если Так Посмотреть Здесь Много Автосалонов Различных Мебельные Магазины Тоже Есть И Вот Наш Пежо Там В том Направлении Серенький Пежо И Ситроен Не рядом Потому Что Принадлежат Они Одной Компании А Это Уже Дорога В Кемер Наверное Многие Уже Бывали В Кемере Как раз По этой Дороге Вы Из Аэропорта Уезжаете Туда Вот Такая Вот Машина Вот Это Allure Комплектация Называется Peugeot Дизельная Машина Есть Есть Еще Покруче Вариант Комплектации GT Отличается Тем Что У нее Есть Сверху Стеклянная Крыша Здесь Вот Обычная А Здесь Диски 16 Дюймовый А Там 17 Других Отличий Вроде Нет Кроме Ну Еще Круиз Контроль Там Адаптивный Вот Внутри Такой Маленький Руль Прикольненький Кожаный Это У нас Вручной Коробкой Есть Автоматические Такие Ж Салон Огромный Воздуха Много Вот Машину Подготовили Смотрим Как раз Подсвет Всего Этого Дела Свет Интересный Совершенно Новая Приятная Конечно Новую Машину Получать С Автосалона Первая Заправка В Турции Shell Считается Самой Хорошей Заправкой И Решил Сюда Заехать Здесь Еще Кроме Кроме Обычного Дизеля Кроме Сиолетки Еще Заливается Вот Такая Жидкость Называется Какое-то Название Еще Поздравление Автомобилем Автомобилем Пробег Еще Такой Смотрите Выезжал По-моему 6 километров Было Сейчас 12 километров Пробега Новейшая Машина Запах Новой Машины В салоне В салоне Такой Знакомый Приятный Но самое Главное Самое Главное Не нужно Ждать Автобуса В эту Жару Сел Поехал Здесь Конечно Очень Просторно Едешь Чувствуешь Чувствуешь Свободу Ну Теперь Про Саму Машину Смотрите Сейчас Покажу Машинка Называется Peugeot Rifter Вот Примерно Такой Аппарат Довольно Большой Очень Вместительный Сам по себе Здесь Есть Есть Пространство Для того Чтобы грузы Размещать Довольно Большое Скажем так И дверь Вот так Открывается Мне тоже Нравится Этот момент А так В остальном Довольно Практично Интересная Машина Сейчас Расскажу Про Параметры Сама Машина Автомат Именно Настоящий Автомат Там Не робот Ничего И Что Хорошо Как бы Машина Сама По себе Довольно Таки Уже Проверенная Она Так Получилась Насколько Успешная Модель Что Эту Модель Начали Выпускать Peugeot Rifter Кстати Называется Аппарат Эту модель Начали Выпускать Сначала Компания Peugeot Потом Ее Выкупили Аж Целых Четыре Бренда Разных Это Toyota Это Opel Fiat И Citroen Так Что Все Вот Эти Пять Сейчас Уже Компания Выпускает Точно Такой Же Автомобиль Отличается Только Своим Внешним Дизайном Вот Это Не Просто Так Это Реально Успешная Модель Получилась И Надеемся Что Из-за Распространенности Не будет Проблем Еще И С Запчастями Посмотрим Давайте Сейчас Зайдем Внутрь Машины Посмотрим Как она Изнутри Выглядит Это Дело Открылось И Нам Нравится Вот такая Дверь Спокойно Раз Открыл Никого Не Заденешь Много Приятных Моментов Давайте Друзья Посмотрим Машину Изнутри Что У нее Есть Как я Говорил Машина С Автоматической Коробкой Передач И Посмотрите Вот Это Есть Переключатель Передач На самом деле Вот Это Крутится Легко Вот Это Вперед Соответственно Назад И Парк Так Вот Просто Управляется Кнопка Старт Стоп Есть Чтобы Завести Машину И Заглушить Ее И Потом Еще Машина Сама Когда На Перекрестке На Светофере Останавливаешься Она Глохнет И Когда Нажимаешь На газ Она Обратно Заводится И едет Для экономии Топлива Видимо Может быть Для экологии Так сделали Тоже Руль Такой Прикольный Спортивный Руль У него Так Сделан Кожаный Очень приятный Сам По себе И Когда Едешь На Долу Такие Длительные Расстояния То Рука Не устает Есть Электронное Управление Все такое Вот такой Дисплейчик Есть Здесь Давайте Я сейчас Заведу Посмотрим Что она Будет Показывать Еще Новенькая Кстати Давайте Вместе Даже Снимем С нее Пленочку Такой Ответственный Момент Вау Вот так Вот Она Запускается Пока Она Запускается Можем Здесь Есть Разные Режимы Здесь Музыка Здесь Режим Автомобилек Ими Можно Управлять Различное Таким Образом Например Можно Включить Такой Мягкое Освещение Салон Здесь Смотрите Потолок Стеклянный Такой Он Вот так Открывается Закрывается Так Можно Открыть И Едешь И Наслаждаешься Горами Там Звездами Смотря Когда Едешь И Вот Здесь Еще Светится Еще Можно Сюда Вещи Ставить Какие Нибудь Сюда Тоже Сам Себе Довольно Так Приятненько В салоне Сидеть Вот И Вот Здесь Можно Управлять Разными Режимами Потом Что еще Есть Навигатор Навигатор Он работает Вместе Телефон Тех что еще в машине еще есть камеры заднего вида вот она показывает куда ты едешь там чтобы куда-то не наехать в таком виде и есть еще датчики сзади датчики расстояния спереди датчика расстояния там если куда-то приближаешься то машина начинает пиликать это тоже довольно таки удобно этот момент и сверху здесь еще не видно мне есть еще такая камера которая следит за впереди едущими машинами что и измеряет до них расстояние то это я сам точно не знаю где он находится где-то вот там вот это вот здесь вот это тоже удобно чтобы он показывает если критическое расстояние до машины то она сам дает сигнал или притормаживает смотря в каком режиме находишься здесь уже музыка разные тоже можно от телефона можно радио ловить вот кондиционер и все это хозяйство есть очень много всяких мест вот ну машин как я говорю именно комическая поэтому много места для того чтобы вот здесь например чтобы хранить здесь место есть здесь есть почему-то охлаждаемая такая отсек охлаждаем здесь же жарко летом она охлаждается если что здесь тоже какой-то все это есть колонки все это уже было встроено здесь куча элементов управления он показывает там ремни закрыта открыто вот зеркало еще дополнительные такое она тоже было уже чтобы смотреть что сзади творится на месте дети да например также есть вот здесь вот если за рулем женщина вот еще есть такое зеркальце с освещением вот всяких режимов много вот здесь вот разные режимы это вот именно специфика peugeot защита от заносов в разных условиях там если снег можно задавать именно снежную дорогу если прямая дорога то обычную дорогу и от этого зависит как это все работает также есть смотрите на руле есть плюс минус такие два рычажка это означает что можно переключить из автоматического из автоматической коробки вручную можно самому управлять вот туда нажимаешь и управляется потом есть еще такой круиз контроль если например на трассе едешь и лень как бы следить за машинами можно сделать так чтобы машина сама разгонялась и сама притормаживала если впереди стоящая машина притормаживает тоже вот такой момент есть просто едешь как бы поставил максимальную скорость 100 километров в час например и просто управляешь следишь за тем чтобы машина не выехала за полосу кстати за полосу тоже есть такой режим можно машина смотрит если начинаешь выходить за полосу машина руль крутится сама и поправляет вот он ставит машину обратно в свою полосу где-то ехал вот сначала я не понимал почему так это руль сам по себе двигается я думал это как-то там нестабильность какая-то коса вот так вот еще есть режим когда сложно припарковаться задом да например там тоже каким-то образом встаешь и машина сама крутится рулем и сама припарковывает я такими штуками не пользуюсь я не очень доверяю этой автоматике поэтому лучше вручную так надежнее вот ну в остальном что на салон очень просторной вот здесь сзади еще столько места да там сиденья такие удобно очень сделано вот сзади еще не только сам багажник целиком открывается еще и открывается сверху стекляшка только если сам багажник ли не открывать если он большой вот и еще наверху на крыше вот еще места есть видите на крыше можно что-то хранить всякие зонты там еще что-то такое вот ну в остальном все вроде как у других машин и пока доволен расход топлива смотрите в турции топлива литр дизеля литр дизеля стоит здесь сейчас не соврать где-то 40 лир за литр получается если перевести скажем в рубли это получается на 3 чем-то можно где-то 130 140 рублей за литр поэтому расход топлива очень важен и одним из критериев так я заглушу кстати вспомнил одним из критериев выбора была экономичность машины вот здесь на трассе даже смешанный режиме я покатался вышла на 100 километров 5 и 8 литров расхода это очень хорошо для такой довольно таки большой машины я очень доволен и со временем он еще меньше станет когда машина целиком от обкатку пройдет вот и сейчас 3800 ну практически опадку уже может стать машина прошла вот что еще ну какие советы если вот сами вы надумаете купить машину в турции то главное надо обращать внимание на его тип да там это коммерческий автомобиль или обычный потому что если коммерческая вы можете сэкономить на налогах эта машина будет вы получите больше машина за те же самые деньги вот а если это вот просто кроссовер был бы такой да но он стоил бы раза в полтора в среднем как мы дороже вот я выбрал дизель из-за экономичности еще сейчас популярность набирают электрические автомобили и гибридные автомобили гибридные автомобили тоже смотрел он во первых он подороже все-таки не как-то деньги с воздуха не капают все зарабатывать своим трудом поэтому приходится и смотреть на цену вот они подороже и во вторых вот эти гибридные автомобили они я думаю если сломается то очень сложно и дорого будет их починить потому что это очень сложный аппарат вот если бензиновый то там только бензиновый двигатель да если электрический автомобиль то там только электрика а здесь и бензин так как целиком все есть да и и электри электрические двигатели все есть как бы там и в два раза больше получается запасных частей поэтому не стал с такими связываться и не стал смотреть даже в эту сторону вот а так мысль была просто электрический автомобиль взять но опять-таки электрический автомобиль но в среднем максимальный ход у них там от 300 до 500 километров после этого надо подзаряжаться турция большая турции красивые вокруг еще много стран там европа грузия еще что-то поэтому хочется и попутешествовать немножко поэтому я не стал пока привязываться к электрическим этим зарядным устройством и взял такой а дизел дизель он везде есть везде можно заправиться и поехать примерно так друзья если есть если есть вопросы вот по поводу покупки как это производится оформление там все такое то пишите что смогу чем смогу помогу там напишу до ответы пишите прямо в комментариях к этому видео и что еще ну надо быть осторожным да здесь даже автодилеры а сейчас еще кстати расскажу как как это было вообще как производилась покупка автомобиля сначала я нашел машину даже сейчас еще дальше пойду в турции в данный момент дефицит автомобилей был вот именно этим летом а дефицит автомобилей просто несмотря на то что здесь кризис несмотря на то что у людей говорят денег нету в автосалоны приходишь а там сразу автодилеры говорят машин нет наличие все нет ждите год там ждите полгода еще что-то такое причем они еще хотят за это предоплату или без всякой гарантии просто мы вам позвоним и все вот поэтому машин когда я пришел тоже не было и один автодилер сказал что типа машина уже есть на таможне все такое можем взять у вас аванс и аванс сначала 50 тысяч лир это довольно серьезную сумму скажем тогда и когда машина дойдет до таможни там где-то как машина пройдет таможню когда окажется как бы там на туристу турецкой части то вы оплативаете остальную часть это больше миллиона извините меня оплативаете просто никаких там договоров ничего просто вот перечисляйте они по ватсапу отправляют тебе счет и на этот счет перечисляешь и ждешь в общем мне все-таки это было страшно я не стал этого делать но когда машина уже пришла в автосалон слава богу как бы мне позвонили сказали что машина есть в автосалоне если хотите можете успеть поэтому я сразу говорю давай покупаем даже не поехал в автосалон этот но тоже в анталии находится я туда ездил уже этого человека я видел в глаза там он говорит давай тогда бронируем давай пятьдесят тысяч сразу присылай отправляй по ватсапу прислал этот счет 50 я отправил и потом давай горд на следующий день да нет даже через несколько часов давай горд остальное отправлял там больше миллиона вот машина сама вышла миллион двести чем-то там получается грубо миллион двести пятьдесят наверно вышло лир и остальное тоже но было страшно конечно никогда договора там что-то такое отправишь не горд просто отправляй ничего страшного там все хорошо это я тоже отправил в общем и и все потом приезжай горд завтра будем это самое машину будешь забирать если будет все хорошо он еще так стал если горд это какие-то проблемы в системе то может быть еще пары дни занять но слава богу слава богу все обошлось хорошо и машину я получил но вот такие вот предоплаты делать нужно очень осторожно я рискнул очень сильно рискнул если даже делать предоплату то обязательно хотя бы в своем городе хотя туда съездить убедиться что это настоящий автосалон потому что мошенников очень много говорят турции безопасная страна все такое нет жуликов и мошенников здесь тоже достаточно и очень много таких которые берут предоплату и исчезают здесь уже деньги такие немаленькие даже если вы покупаете бэушную машину тоже оплату делайте самую последнюю очередь это так уж лирическое отступление вот но слава богу все обошлось как я говорю да и жду ваших отзывов если есть у вас опыт применения подобная машина я говорю вот peugeot lifter да там если у вас какие-то отзывы есть тоже пишите может у вас какие-то советы есть вот ну еще нужно здесь докупить какие-то мелочевку какую-то я уж чехлы еще хочу поставить ну так на чтобы на на все кресла чтобы не беспокоиться а так уже видеорегистратор я уже поставил это тоже не лишнее здесь потому что очень неаккуратно ездит народ многие не знают правил дорожного движения то что помеха справа это вообще половине похоже неизвестно круговое движение если есть они как правило это тоже проходит только по понятиям они по правилам как кто кому уступает просто там или по размерам машины или насколько машина круче и насколько машина больше если есть какой-то камаз конечно там он будет так и ехать не камаз уж такой большой грузовик я имею виду вот такие вот дела ну все на наверное уже все на этом я завершу видео про покупку автомобиля в турции мы с вами еще будем кататься на этой машине надеюсь сможем показать вам еще много красивых мест в турции пишите если вы еще не подписаны не подписаны на наш канал подпишитесь про всякие лайки уже не говорю если понравилось если вам не трудно то поставьте эти лайки этим самым нам будет приятно ну что ж ладно на этом хочу пожелать вам удачного дня удачного вечера пока